С нами на связи Сергей Брачук, спикер Украинской Добровольческой Армии Юг. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вы слышите нас? Слава Украине, слава вооруженным силам. Здравствуйте, коллеги. Да, героям слава. Да, я вас слышу. Сергей, мы обязательно поговорим об этом сбитом самолете, вот сюжета, который мы сейчас смотрели. Но для начала хочу вас традиционно все-таки начать нашу беседу с оперативной обстановки на юге Украины. Рассказать, как прошла ночь, какая ситуация на этот час. Ну, сегодня мы отмечаем, что ночь у нас без обстрела, без сигналовоздушной тревоги, собственно, предполагаемость развития событий, потому что после крайнего обстрела враг берет традиционно оперативную технологическую паузу, которая необходима для того, чтобы провести соответствующие регламентные работы с той стратегической авиацией, которая, как правило, атакует и юг нашей страны, в том числе и ракетами. Что касается дронов Камикадзе, то и погода определенным образом влияла, когда снижило у нас, и были туманы, и сильный ветер влияет на их использование. Ну и, собственно, понимаем, что сегодня также приходят поступления очередные партии шахедов из Ирана, и враг готовится к очередным обстрелам, потому что ракетная угроза, она остается постоянной. Что касается Черного моря, несмотря на шторм, враг выводит каждый день на боевое дежурство несколько кораблей. Сегодня с утра группировка Черноморского флота, понятное дело, что она находится поближе к берегам Российской Федерации, составляет пять кораблей. В составе этих пяти кораблей есть один ракетоноситель, он сейчас уже несколько дней подряд присутствует на боевом дежурстве. Это фрегат, восемь калибров на борту, возможный зал. Но думаю, что пока калибры использовать вряд ли будет, проблема у них все та же. Это нарушение логистики для того, чтобы как раз эти боеприпасы, эти крылатые ракеты морского базирования можно было использовать. Поэтому, ну а тем более после уничтоженного самолета мы понимаем, что определенным образом сейчас возникли проблемы с, скажем так, с полным функционалом и с исследованием обстановки, которая находится у нас на юге. Это воздух, это море, это суша. Поэтому враг сегодня, конечно, будет проводить определенное переформатирование. Потеря для них серьезная, которая влияет именно на управление войсками. Ну да, второй день мы уже обсуждаем отличную охоту за этой жирной целью российским самолетом дальнего радиолокационного наблюдения А-50, который был ликвидирован в так называемом Азовском треугольнике. Вот и в сети вчера появилось видео, пишут, что это последний вылет этого достаточно опасного самолета. Вот сейчас мы видим эти кадры. Как считаете, они летали там постоянно, как говорилось в сюжете, два года. Обслуга, ну и пилоты, да, и обслуга этого радара, они ведь даже и не подозревали, что их ждет, вылетая, как вы считаете? Абсолютно верно. И когда мы говорим о двух рабочих версиях, я не буду повторять то, что уже сказано и до меня, что это дружественный огонь или это все-таки проведение боевой операции со стороны Воздушных сил, Вооруженных сил Украины. Конечно, мы говорим прежде всего о том, что это удачная операция, которая, наверное, если сравнивать потерю самолета, сравнили ее с потерей кейсера Москва, я думаю, что по функционалу соответствует действительно вот такому примеру. Так вот, именно вот эта операция, которая была подчеркнута, вспомните, генерал Залужный, главком Вооруженных сил, он сказал, что спланированная операция. То есть это действительно была охота, охота, которая привела вот к такому результату. И прекрасно понимаем, что сегодня, а пусть это останется загадкой для врага, который мониторит очень тщательно и ваш эфир прежде всего, останется загадкой, а чем и как был поражен этот аппарат летальный, который, я уже сказал о том, являлся очень важным, является очень важным в системе наблюдения, в системе управления войсками. Эта потеря действительно, она сегодня существенна. Есть у них еще те самолеты, которые могут выполнять этот функционал, но вот абсолютно верно, маршрут отработан. Маршрут, который два года безопасный, который прикрывался системой противовоздушной обороны Российской Федерации. Тут еще несколько моментов, как говорят, нюанс. А где в это время были системы противовоздушной обороны Российской Федерации, которые не смогли уследить безопасность последнего, слава богу, полета этой машины? Вы знаете, судя по всему, вот их системы ПВО заняты больше тем, чтобы обстреливать мирные города, поселки и селы Украины. Да, там ракетами С-300, С-400, а вот это, мне кажется, им по душе больше даже, чем защищать свой самолет. Но вот второй самолет управления ИИЛ, судя по всему, дотянул до аэродрома. Мы видели фотографии из решеченных хвоста этого самолета, но, судя по всему, он все равно уже не жилец. Пилоты, да, выжили, вот экипаж выжил, но самолет вряд ли уже поднимется в небо, как вы считаете? Я думаю, что он повторяет сейчас судьбу подводной лодки «Ростов-на-Дону», которая находится по-прежнему в доках, на территории временно оккупированного Крыма. Мы помним этот удар, и действительно было поражение, наверное, тоже впервые в истории, когда с воздуха поражается подводная лодка, находящаяся там на ремонте или на определенных регламентных работах, тем не менее, это минус боевая единица. То же самое касается этого Ила-22, судя по тем, ну, не надо быть авиационным экспертом, наверное, хотя бы гулять минимальными знаниями, то я думаю, что те повреждения, которые мы видели только хвостовую часть, то есть можем представить себе, что там, скажем так, с телом самолета, а что с той аппаратурой, которая находится на его борту, но не забываем о том, что были поданы сигналы СОС, о том, что есть раненые, все ли они дотянули до аэродрома, все ли они остались живы, ну, учитывая, например, российскую тягу к тому, что их герои, как правило, герои России должны быть мертвыми, возможно, кому-то из них просто не оказали помощь в том числе. Должна быть легенда, должен быть миф, и я думаю, что они над этим тоже поработали. Потери экипажа тоже существенные потери. Вот, кстати, на моей памяти это такая, знаете, первая крупная победа вот подобного масштаба в акватории Азовского моря, ведь давайте вспомним, враг почему-то ошибочно считает это море своим и думает, что ему там все можно, и мы вот видим, как он ошибся, правда ведь? Абсолютно верно, спасибо за это напоминание, мы помним действительно, что и был соответствующий приказ так называемого министра обороны Российской Федерации Шойгу, который соответствующим документам объявил о том, что там будет создана и создается, ну уже даже по документам, по крайней мере, создана вот эта Азовская и флотилия, и база, операционная зона, которая является внутренней зоной абсолютно верно Российской Федерации. И, собственно, мы помним, когда впервые применялись те самые калибры, с которых мы начинали разговор именно с акватории Азовского моря, потому что это безопасно, это безнаказанно, опять-таки. Поэтому Азовское море стало, ну, таким Азовским треугольником, Бермудским треугольником на территории Украины, который сегодня забирает российские самолеты, и тем более вот такие потери. Поэтому это напоминание о том, что есть у Украины сегодня средства поражения, которые могут наносить вот такие удары. Я действительно вот в истории не помню таких больших потерь для стран, которые участвуют в военных конфликтах, в нашем случае в российско-украинской войне, чтобы вот были такие поражения. Поэтому я и сравнил вот эти потери с подводной лодкой. Находятся в воздухе, нет, казалось бы, угрозы явной, удар и все, птички нет. Вы знаете, вот говорили о крейсере Москва, о том, что вот он станет после победы Украины такой интересной целью для дайвинга, да, для туристов, судя по всему, в Азовском тоже, тем более, что оно не глубоко, и дынырнуть до этого самолета будет достаточно просто. Ну и вот в Черном море, как мы помним, все-таки российская подводная флотилия начала строиться с крейсера Москва, который вскоре стал, как мы помним, авианесущим, да, после того, как над морем был подбит бомбардировщик. В Азовском, наоборот, начали с самолета, ну и, наверное, пора бы усилить его под водой тоже каким-то судном. Ну, давайте посмотрим на это абсолютно верное замечание, я тоже вчера об этом думал, давайте посмотрим немножко шире на эту ситуацию, с дайвингом все понятно, маршрут будет проложен из Черного моря в Азовское, тут надо говорить, наверное, о другом. Когда мы говорим, например, о процессе демилитаризации временно оккупированного Крыма, то давайте вспомним, что говорим об ударах украинской армии по объектам инфраструктуры, логистике и пунктам управления. И если мы начинали с крейсера Москва, это и пункт управления, это некогда флагман Черноморского флота, некогда флота, теперь Черноморской флотилии Российской Федерации, это важная система управления войсками. И сегодня мы говорим об этом А-50, который является, почему и сопоставляем, является командным пунктом, который руководил, в том числе и ракетными ударами по южным, и не только территориям нашей родной Украины. Поэтому видим, что вот эта стратегическая концепция вооруженных сил Украины, силы обороны, бить по самым жирным объектам, по самым ключевым объектам, она сегодня остается эффективной, она сегодня та стратегия, которая в итоге принесет нам успех, в этом не сомневаясь. Ну а дальше уже и другие будут потери, а возможно и сдача в плен, кого повезет, а возможно и затопление того же Черноморского флота Российской Федерации. Чем, как говорят, хвостатый не шутит. Поэтому все это описывается, вот когда говорят о том, что мы слышим, да, когда шелест каких-то купер определенных, у некоторых, в том числе и журналистов на Западе, что Украина теряет стратегическую инициативу, забывают просто посмотреть сюда на юг, посмотреть в южное небо, посмотреть в наше Черное Южное море, Азовское море в том числе, и увидеть, насколько есть еще одна стратегия, и эта стратегия и морская, и теперь видим еще и воздушная. Уничтожается то, что должно управлять. Потеря управления, это уже полдела. Я надеюсь, что так будет и продолжаться. Мы еще не знаем, сколько сюрпризов для врага приготовили наши вооруженные силы, они однозначно есть. Знаете, чем еще очень опасен был этот самолет, вот мы вчера разговаривали с авиаэкспертами, этот самолет занимался еще радиотехнической разведкой, то есть когда летели дроны, когда летели ракеты, он пытался вычислить, где находятся наши украинские локаторы, где находятся системы ПВО, для того, чтобы составить карту, и следующие, например, ракеты пускать в облет, например, наших систем защиты неба. Поэтому в некотором роде они здесь тоже стали уже слепыми. Абсолютно верно. Мы не говорим, что, как говорят, оба глаза выхолоты или уши отпали. Но можно сказать о том, что это самолет, который был способен заглядывать за горизонт. Он действительно корректировал огонь, он действительно составлял эту карту. И когда мы говорили о том, что враг следующими ударами пытается обходить нашу систему противовоздушной обороны, и, к сожалению, иногда это удавалось, потому что нам на сегодня это реалий, не хватает современных систем противовоздушной обороны, нам не хватает систем Патриота, о которых в данном случае тоже много кто говорил и продолжает говорить, то действительно враг эту карту составлял. Он прокладывал эти маршруты, он видел, где что поражается. И вы знаете, такое ощущение, что после нанесения удара по А-50 многие просто действительно могут вздохнуть, потому что, ознакомившись с характеристиками данного самолета, ты прекрасно понимаешь, что он буквально мог заглядывать в каждую квартиру, в каждый дом на южных наших территориях, на южных наших областях Украины, потому что он видел все. Сегодня этот функционал нарушен, он не уничтожен, еще раз скажу, полностью, это тоже реалии, но, опять-таки, насколько враг сегодня готов к тому, чтобы продолжать эту работу по тому же, например, маршруту. Я думаю, что сегодня ни одна голова трет в затылок, чтобы узнать, а чем же все-таки сбивали. Ну и мы тоже такой информации не дадим. Ну и чем заменить? Я помню информацию, когда сбили еще, точнее, повредили еще в Беларуси первый такой самолет, была информация, что около 10 А-50 есть у России, вот мы видим уже два нефункциональные, осталось 8, им, соответственно, им нужно где-то с какого-то направления этот самолет новый еще, там, 8, 7, 6 забрать и снова-таки перебазировать его вот на юг Украины, рискуя его также потерять, и какое-то из направлений этих российских останется уже не закрытым также. Абсолютно верно, так же, как и системами ПВО. Мы говорим много о Крыме, в том числе в этом контексте, и говорим о том, что в Крыму система ПВО создавалась по образу и подобию московского военного округа ПВО, который мы тоже хорошо знаем, это вот два таких, две таких географических локации, насыщенные именно системами ПВО. Их надо было откуда-то взять. Это Дальний Восток, прежде всего, это другие регионы, Дальние регионы Российской Федерации. Я думаю, что где-то, знаете, в уголке сидит товарищ Си, трет руки и плачет от счастья, потому что мы прекрасно понимаем, что эти самолеты действительно надо, например, с Дальнего Востока сегодня перебрасывать сюда на театр военных действий, что облегчает работу соответствующих структур Народной Армии Китая, например. Это предположение, но, тем не менее, я думаю, что как рабочая версия имеет право на жизнь. Не, ну, учитывая, Сергей, как называют города на китайских картах, российские, да, там, и Владивосток, и Луги, то тут это даже не предположение, тут, скорее всего, просто дело времени, возможно. Ну, я думаю, что у вас есть тоже китайский телезритель, который после таких версий будет ваш канал смотреть еще больше. Да. Хотелось бы поговорить действительно о тех целях, которые сбивают российские там и ПВОшники, и пехота, и так далее. Вот появилась информация, что российские военные все чаще сбивают собственные беспилотники на левом берегу Херсонщины. Как вы считаете, с чем это связано? С тем, что нельзя понять свой чужой, или с такой буквально панической боязнью украинских беспилотников, и они стреляют во все, что жужжит? Ну, во-первых, основное действительно стреляют во все, что жужжит. Это первое. Но если говорить уже с военной точки зрения, то это проблемы с управлением подразделениями, войсками на левом берегу, в частности, когда действительно не просто существует эта проблема, когда мы понимаем прекрасно, что даже соседние, скажем так, соединения, они иногда не знают, какие задачи выполняют те или иные подразделения. То, что в армии называют взаимодействие, организацию взаимодействия, да. Абсолютно верно. Организация взаимодействия, слаженность подразделений и так далее, и тому подобное. Поэтому общая задача понятна. Идем штурмуем. Кстати, вот сегодня уже есть информация о том, что на левом берегу ищут группу товарищей, которые не хотели штурмовать и начинают прятаться, не выполняя приказ. То есть это те люди, которые мобилизированы из вооруженных сил Российской Федерации, которые отказываются от этих штурмов. И вот сегодня говорят о том, что несколько десятков таких солдат, они сейчас прячутся в тех оставшихся посадках, которые есть на левом берегу. Но это их проблемы, и пусть они их сами для себя решают. Так вот, если мы говорим о взаимодействии, часто оно отсутствует. Часто эти штурмовые действия, они, кроме как пушечным мясом, ничем не подкреплены. То есть боевая техника сегодня минимально пытаются ее использовать. Выгрузили, скажем так, в боевые порядки пехоту, и боевая техника пытается убежать, именно убежать с поля боя. И, собственно, я не удивлюсь, если будут случаи, когда то или иное подразделение там на уровне взвода рота могут открывать огонь сами по себе. Такое уже происходило. Это было и на левом берегу в том числе. Поэтому все, что жужжит, они пытаются действительно сбивать. Проблема такая существует. Ну и учитывая, что у нас сегодня это одна из составляющих вот того успеха, который есть на левом берегу, я не побоюсь этого слова, это работа нашей аэроразведки, это корректировка работы нашей артиллерии, и это применение тех самых FPV-дронов, которые как раз и уничтожают и пехоту, и уничтожают боевую технику. Например, представители 17-го танкового полка Российской Федерации, которые функционируют на левом берегу, они уже несколько дней подряд не могут даже подойти к той технике, которая уничтожена, например, в районе трассы 2206, это трасса Олежки-Новая Каховка. Их просто туда не подпускает украинская артиллерия. Поэтому это проблема для врага, и я надеюсь, такие проблемы для них будут становиться все больше. Тем не менее, американский институт изучения войны предупреждает о возможном масштабном наступлении российских войск буквально в ближайшие недели, когда земля на юге и востоке Украины замерзнет. Для нас это не новость, но вот что интересно, многие эксперты говорят, что у России нет сил и средств для полномасштабного наступления, а штурмы, собственно, не постоянно и так проходят. Сегодня Россия ведет как раз наступательные действия фактически по всей линии фронта. Скажем так, простых локаций на сегодня нет, интенсивность боев везде возрастает, но единственное, что может быть на левом берегу сегодня, предыдущие сутки они прошли с одной штурмовой атакой, не увенчалась эта атака успехом, враг отошел. Что касается других локаций, давайте посмотрим, это Евдейка, это Бахмут, это Синьковка, это все те Работинский плацдарм, опять-таки, это все те локации, где враг накапливает силы, у него достаточно личного состава, у него достаточно сегодня боевой техники, у него нет проблем с боеприпасами. Это то, что должно в первую очередь постигнуть наших союзников о том, что необходимо ускорить процесс и поставки вооружения нашей армии, поставки боеприпасов, и сегодня вся европейская промышленность должна работать именно на решение этих вопросов. Мотивация у наших бойцов есть, но вооружение необходимо больше, и это, я надеюсь, станет действительно толчком для того, что эти поставки, они будут ускорены. Вы знаете, в этом ракурсе можно вспомнить сегодняшнюю информацию Блумберга о том, что якобы там президент Соединенных Штатов, президент Украины будут передавать послания, не идти в контрнаступление, не наступать. Ну, я бы хотел сказать, я понимаю, что это Блумберг, но с другой стороны, мы сегодня в активной обороне, и уже не первый месяц. Поэтому тут надо и придерживаться информационной гигиены в том числе. Ну, конечно же. Ну, вот мы говорим о числе, о количестве военной техники, о числе военных, которые там находятся, да, на востоке Украины на юге, и по данным разведки украинской, ежедневно в ряды вооруженных сил России вступает около 1000-1100 человек. Вот оккупантов, как пишут, мотивирует высокая заработная плата, особенно это касается жителей кризисных регионов. Но если посмотреть статистику их потерь, то получается один к одному, да, вот то, что они потеряли, то они пытаются восстановить. То есть большого усиления группировки не видно. Сегодня надо говорить о том, что на России нет никакой там спрятанной мобилизации. Она как продолжалась, так и продолжается. И действительно, сегодня главная задача этой мобилизации это восполнение тех потерь, которые несет российская армия на нашем фронте. И действительно, по статистике мы сегодня видим, что те люди, которые приходят в военкоматы, а добровольцев на России действительно хватает, потому что вот этот нюанс, да, кризисные регионы, да, у них вся Россия на 90% это кризисные регионы, поэтому идут за длинным рублем, но очень коротким, потому что, как правило, погибают. Поэтому сегодня мобилизация действительно направлена на пополнение этих потерь. Что касается резервов, то, понятное дело, опять-таки вернемся к тому, о чем говорили, что максимально вытаскивает войска с других участков, с других направлений, с других территорий, из глубины России. Поэтому я думаю, что сегодня Россия очень сильно, в том числе и по личному составу, оголила свои территории, начиная там от Дальнего Востока, который мы вспоминали, мы говорим о том числе и с северных регионах. Но давайте вспомним морскую пехоту. Это просто как пример. На нашем российско-украинском фронте воюет морская пехота и северного флота, и тихоокеанского флота, понятное дело, черноморского, черноморской флотилии, ну и, собственно, и балтийское в том числе присутствовало. Как говорят, собирают все то, что можно, ну плюс мобилизация. Знаете, мне кажется, что вот сейчас они показывают максимум того, на что они способны. Потому что в тот момент, когда вот произошла небольшая заминка с поставками оружия и боеприпасов, вот они пытаются сделать все, что они могут. Как только дальше пойдет большой поток оружия, пойдет большой поток снарядов, ракет и так далее, то шансов у них не будет. Спасибо вам большое. Спасибо. Сергей Брачук, спикер украинской добровольческой армии «Юг» был в эфире «Фридома». Спасибо, Сергей, что нашли время и вышли с нами на связь. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok